Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Сегодня в программе владельца подпольного казино отдали под суд во Владивостоке. Очередной торговый центр Владивостока закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Поезд снес фуру во Владивостоке. Торговые центры – безопасны ли они для жизни и здоровья посетителей? Главная тема программы. Обвиняемый в организации незаконной игорной деятельности предстанет перед судом во Владивостоке. Деятельность нелегального игорного заведения, которое работало под видом интернет-кафе, пресекли сотрудники ОМВД «Приморья». Мужчина организовал проведение азартных игр, арендовал для этого специальное помещение в Первомайском районе Владивостока, где установил 16 компьютеров с интернет-программой, позволяющей осуществлять азартную деятельность. Задержанный в свою вину признал в полном объеме. На основании собранных сотрудниками полиции материалов следователями Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. За нарушение правил пожарной безопасности суд приостановил работу известного магазина игрушек на проспекте «Столетие» во Владивостоке. В ходе проверки надзорными органами были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Проверяющие установили, что в здании магазина отсутствует система дымоудаления, система пожаротушения и оповещения. И это при том, что подвесные потолки изготовлены из легкогорючих материалов, а пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением. На момент проверки в одном из помещений дверь эвакуационного выхода была заблокирована. По результатам проверки будет оштрафован сотрудник, ответственный за пожарную безопасность в данном магазине. Из-за приостановки деятельности в нем запрещено находиться всем, кроме лиц, устраняющих нарушения. Поезд снес фуру во Владивостоке. Водитель грузовика отделался легким испугом. Это происшествие случилось ночью 9 мая. Как удалось выяснить порталу Newsbox24, фура, груженная металлоломом, двигалась по Калинино в направлении порта. Свернув в районе хладокомбината, грузовик подъехал к железнодорожному переезду. Видимо, шофер тягача намеревался проскочить перед составом, или же он просто не знал, что здесь ходят поезда. Так или иначе, но как только грузовик заехал на рельсы, его сбил тепловоз. От удара многотоник развернуло. Прицеп с металлоломом накренился и рухнул на припаркованный универсал. В этом инциденте, на счастье, пострадавших нет. Чтобы поднять прицеп, понадобилась помощь тяжелой техники. 3 мая в одном из торговых центров Владивостока произошел вопиющий случай. Девочке заживало эскалатором ноги. Насколько известно, администрация торгового центра отказалась выходить на контакт с родителями девочки, никак не интересуется ее судьбой. Вот что делать в тех случаях, когда происходят какие-то неприятные ситуации в торговых центрах? Куда обращаться за помощью? Стоит ли идти в полицию? Сегодня нам об этом расскажет адвокат Максим Колесников. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Светлана. Скажите, пожалуйста, вот эта ситуация с девочкой, 8-летняя школьница, поднималась с родителями по эскалатору, там какая-то была непростая ситуация, в общем, все услышали крик, девочки, все увидели, что девочки буквально зажевывает ноги, спас ее мужчина. Эскалатор, насколько мне известно, даже не выключили, то есть он как работал, так и продолжал работать, потом подошла администратор торгового центра. Ребенок до сих пор находится в больнице, ей сделали операцию, родители сейчас во всех пабликах просят помощи, ищут очевидцев. Вот скажите, пожалуйста, кому обращаться в таких ситуациях? Помогут ли органы полиции как-то наказать виновных? Ну, смотрите, в данной ситуации, в первую очередь, говоря в общем и целом, уголовно-правовой аспект, если говорить о нем, то в случае, если на объекте повышенной опасности в какой-то обстановке, в частности в торговом центре, как у нас идет речь, происходит происшествие определенное, где причиняется вред человеку, это подлежит уголовно-правовой оценке. Уголовно-правовой оценке данные действия подлежат и будут даваться оценкам именно следственным комитетам, поскольку все преступления связаны с причинением именно вреда здоровью при определенных обстоятельствах на объектах повышенной опасности, при производстве работ, при экскаваторах и других помещениях оцениваются именно следственным комитетом. В частности, речь идет о статьях 109, это причине смерти и неосторожности, если, допустим, предоступила смерть. В данной ситуации речь будет идти о статье 216 Уголовного кодекса нарушения правил безопасности и приведения горно-строительных иных работ, в частности, про строительство данного объекта будет даваться ему оценка. И статья 238 оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности в виде того, что в торговом центре оказываются услуги, этот экскаватор арендуется, помещение принадлежит кому-то, действия этого лица подлежат оценки. И также будет рассматриваться действие халатности, статья 233 УК, на предмет надлежащим образом контролирующими органами проверен этот объект, техническое его состояние и прочее. Это что касается уголовной ответственности. То есть будут оценены действия собственника данного помещения, арендатора данного помещения. И также будет оценено, насколько добросовестно и правильно соблюдались правила поведения на этом объекте девочкой и ее мамой, соответственно. И тогда будет уже установлено в рамках следственной проверки, почему такая ситуация произошла. Соответственно, обращаться, первое, это следственный комитет, которому под следственные уголовные дела, о которых я сказал. Второе, это прокуратура. Прокуратура проведет общенадзорную проверку, связанную с проверкой соблюдения законодательства на предмет пристроительстве, при вводе по эксплуатации этого экскаватора, в отношении обслуживающей организации, установит какие-то договорные отношения между арендатором и собственником и сделает вводы о наличии уже состава административного правонарушения и также может направить материал для возбуждения уголовного дела. Следственный комитет также в ходе доследственной проверки установит наличие или отсутствие признаков состава преступления в действиях арендатора, собственника, ее обслуживающей, экскаватор организации и даст им оценку. Соответственно, вот так. Эти все органы призваны контролировать соблюдение законодательства. Вот интересный момент. Вы несколько раз повторили, что торговый центр – это объект повышенной опасности. Ну, не торговый центр некорректный, несколько выразился, а все установленные в нем сложные механизмы, так скажем. Есть постановления правительства, в которые включены в том числе лестницы и прочие движущиеся объекты, к которым относятся… То есть эскалатор – это объект повышенной опасности? А скажите, пожалуйста, в торговом центре должны быть установлены какие-то знаки о том, как правильно вести себя, какие-то памятки развешаны о том, как правильно вести себя на эскалаторе? Ну, вот как в лифте. То есть в лифте, в любом лифте висит памятка о том, что заходя в лифт, необходимо сначала зайти самому, потом зайти ребенку и так далее. Вот что касается эскалаторов, должны висеть какие-то такие правила? При пользовании эскалатором следует руководствоваться, опять же, правилами, которые утверждены постановления правительства. Полностью, как вы понимаете, фактически нормативный документ в виде постановления правительства, он висеть, в принципе, не может. Там утверждены просто перечень нарушений, перечень, скажем так, пунктов, по которым проверяют и при вводе в эксплуатацию данный объект, да, и прочие моменты. Если он введен в эксплуатацию, значит, подразумевается, что, соответственно, он надлежащим образом оформлены правилами поведения, есть инструкция, есть нормальная работа механизмов, и она проверена. Все, есть контролирующие органы, которые за это отвечают. И их действия тоже будут подлежать оценки, поскольку давали они предписание, проверяли ли они надлежащим образом, как работает этот объект, нормально ли он следит в свою деятельность или нет. Ростехнадзор, в частности. Давайте тогда поговорим о следующем. Опустим, скажем, вот моральный аспект. Вы как все-таки адвокат, да, не вправе, да, наверное, оценивать там моральную сторону вопроса. Но все-таки то, что администрация торгового центра должна понести за это ответственность, это естественно. Но ведь отказываются, то есть очень часто, не секрет, живем в России, очень часто хозяева подобных объектов, они не идут людям навстречу, несмотря на то, что там что-то происходит. Грубо говоря, они закрываются своими юристами, своими большими деньгами, и люди уже вынуждены как-то справляться со случившимся самостоятельно. Вот возможно ли привлечь к ответственности людей, которые владеют вот этими торговыми центрами, если что-то вот подобное произошло? Безусловно, следствием в рамках доследственной проверки будет, как я уже сказал, дана оценка именно действиям, в том числе и собственника, поскольку к нему и его действия будут прижать оценки в какой части. Допущены ли какие-либо нарушения при вводе объекта в эксплуатацию? Кто, какая организация выполняла строительные работы? Собственник, какую роль в этом принимал? Какие меры, если контролирующими органами предписания какие-то выдавались, акты реагирования исполнялись, не исполнялись, были ли выявлены нарушения, связанные с пользованием другом центра и прочее? Результат, безусловно, будет. Я глубоко убежден, что Следственный комитет, прокуратура такой резонансный случай без внимания не оставит. И от наступательной активной позиции потерпевших данной ситуации зависит результат расследования, скажем так, и насколько оно глубоко взойдет, и насколько будет быстро получен результат. Если они обращаются, дознавателю пишут заявление, просят оценить действия собственника, арендатора, то этот случай без внимания не останется, тем более с вашей помощью, я думаю. Безусловно, результат будет получен. То есть, если что-то происходит с человеком в торговом центре, в торгово-развлекательном центре, ну, грубо говоря, идет, пол скользкий, только что там прошла уборщица, полы кафельные, ну вот, к примеру, человек там падает, что-то себе разбивает, что-то, может быть, ломает. Кто виноват в этом случае? Есть помещение, у него помещение есть какая-то организационная правовая форма, да, есть какой-то договор какой-то о вероятности аренды собственникам, есть лицо, ответственное непосредственно за определенный участок, дороги, помещения, лестницы, еще чего-то. Следствием будет даваться на основе вот этих договорных отношений полноценная оценка, то есть в чем виде не находился этот участок, да, скажем так, помещение, какие меры должно было предпринимать это лицо. Есть определенный, как бы, порядок, да, там, аренды и прочее, прочее, содержание имущества, надлежащим ли образом там уложен кафель, при строительстве соблюдены ли нормы, соответственно, будет решать либо собственник, либо арендатор, и при наличии причинно-следственной связи между действиями собственника или арендатора и наступившими последствиями в виде причинения вреда здоровью, да, который наступил от того, чтобы подсказнулись и упали, если следствие установлено, эти признаки, ну, юридически говорить языком, если, то, безусловно, лицо будет привлечено к ответственности. Я думаю, если привлечь к этому повышенное общественное внимание, то, в принципе, можно минимизировать вмешательство коррупционных рисков, как вы сказали. Тут еще есть такой момент, что люди, когда что-то происходит, они боятся не то, что придавать это огласке, то есть средства массовой информации здесь, ну, как такое последнее, что ли, звено, а вот боятся именно идти в полицию, идти в прокуратуру, идти в следственный комитет, то есть где-то начинают чувство вины испытывать в отношении себя, что там вот с той же девочкой, вот очень много в пабликах комментариев, что недосмотрела именно мама, а вот там, может быть, девочка неправильно вела себя на эскалаторе, хотя здесь понятно, если ленту тряхнула, тут уже, в общем-то, это техника, да, которая может дать сбой. Вот у людей какой-то страх, есть такой ступор, что не стоят эти органы полиции, вот лучше мы там где-то сами потихонечку разберемся. Вот стоит или не стоит? Безусловно, стоит, потому что все вот сидят и обвиняют, да, полицию, там, руководительные органы, ряд, в бездействии. Но, подождите, если мы сами совершаем активные действия, чтобы направить работу руководительных органов в нужное русло, написать заявление, подать жалобу, указать жалобе нарушения, да, нормально их описать, то какой результат мы хотим получить? Если мы хотим получить максимальный результат, соответственно, идем в полицию, идем в данном случае в следственные комитеты по коронатуру, все проверяют, выявляют нарушения, направляют материалы в контролирующие органы, в Ростехнодзор, который контролирует все эти, вот в эксплуатацию исправленность этих механизмов в торговых центрах. Проводятся проверки с учетом, опять же, вот этих последних случаев президентства. Все это сейчас на особом контроле, и я думаю, что без внимания, как вы уже сказали, не останется. А вот еще такой момент мы с вами до программы это обсуждали, до записи. Когда происходит какая-то порча имущества супермаркета, ну, скажем, по вине посетителя, да, вот не разъехался посетитель с тележкой и вот там врезался в полку, очень часто приходится выплачивать причиненный ущерб. Вот должен ли покупатель выплачивать причиненный ущерб, если вот там нечаянно там врезался, ну, вот если покупатель был там в обменяемом состоянии, да, при этом там вел себя адекватно, человек приличный, но вот что-то, грубо говоря, произошло. Должен ли он выплачивать ущерб? Все отношения, да, если говорить, регламентированы законом, которые возникают в связи с причинением вреда, ущерба магазину, да, в частности. Если мы не говорим, как вы уже сказали, об умышленных действиях, то есть конкретно, что вы разбежались на тележке, врезались в стенд с дорогим алкоголем, то тут возникают гражданско-правовые отношения, да, при отсутствии умысла на причинение там ущерба имущественному магазину. То есть вы случайно шли, зацепили тележки и разбили. Соответственно, в данном случае, мой совет, обратиться к руководству или кто подойдет, соответственно, попросит оплатить это все, сказать, что, пожалуйста, в установленном законном порядке претензию мне пишите. Если она будет законно и обоснованна, безусловно, я ее в добровольном порядке там возмущу ущерб и прочее, прочее. Если я посчитаю ее незаконной и необоснованной, то, пожалуйста, обращайтесь в суд, и суд будет на основании уже всей обстановки, фактов и обстоятельств исследовать, как это было, как это что. Будет изъята видеозапись, она будет посмотрена на основании этого, суд уже вынесет законно обоснованное решение. Практика различна, поэтому не зная обстоятельств конкретного спора, говорить о результате, конечно, сложно. То есть, в общем и целом, если предстоит... На месте платить не стоит, мой совет, поскольку есть определенные моменты, которые связаны с тем, что надо, чтобы вам представили претензию, и если они ее нормально обоснуют, то есть, прочее-прочее, мотивировку посмотреть, и после этого принять, вот, закон она незаконна, если она законна, ваше уже решение, либо добровольно удовлетворять, либо обращаться в суд, быть ответчиком и защищать себя, свои права в суде. То есть, здесь есть такой момент, что посетители так или иначе защищены законом от любых последствий, и людям, опять же, я повторюсь, не стоит бояться обращаться за защитой своих прав в органы полиции, в следственный комитет, прокуратуру, полицию, то есть, в любом случае, находясь в торговом центре, ты не неправ, что называется. Безусловно, есть право на свободу передвижения, если вы об этом, и, в принципе, право на обращение в суд, на судебную защиту, конституционные права, и бояться, безусловно, не стоит. Результат будет, и необходимы там ряд определенных мер, если опрос, там прийти на опрос, всячески содействовать проверке, совершать действия, помогать сотрудникам в установлении обстоятельств, и тогда вы результата желаемого добьетесь. Но если вы никуда не обратитесь, само собой, просто так, это все. В данной ситуации мне хотелось, давая оценку конкретной ситуации по девочке, сказать и дать, наверное, совет такой. Видеозапись, если родители попросили, им торговый центр не обязан ее предоставлять. Есть доследственная проверка, и в рамках доследственной проверки следователь присылает запрос, уезжает осматривать место происшествия, осматривает, где произошло это происшествие, делает выводы о наличии неисправности или еще чего-то, может изымать видеозапись, документацию служебную, опрашивать людей, они обязаны являться твоего вызова. Соответственно, в рамках доследственной проверки будет проведен весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. Родители – это не правоохранительные органы. Они должны обратиться, подать определенный сигнал, и дальше есть определенное ответное действие, предусмотренное законом. Правоохранительные органы, безусловно, реагируют, и я больше чем уверен, привлекут к ответственности людей, которые виноваты в этом. То есть не стоит пытаться, что называется, решить проблемы самостоятельно, а вот только через правоохранительные органы. И тогда, тогда будет результат. Как юрист и адвокат, конечно, скажу, что, безусловно, в Конституции написано, что мы же в правом государстве, механизмы у нас все-таки работают, бывает всякое, но, безусловно, обращаться стоит, и, чтобы получить результат, нужно обращаться к как можно большее количество инстанций, проявлять активность, и тогда все получится. Спасибо вам большое, Максим, за то, что вы разъяснили нашим телезрителям их права, в том числе во время их нахождения в больших супермаркетах, торговых центрах и так далее. Будем надеяться, что девочка поправится. Вам еще раз большое спасибо. Всего доброго. Партнер программы «Оперативная съемка» – информационно-рекламный холдинг «Бизнес Кейс». Продолжение следует...